Всем самое доброе утро! Воскресенье, 22 января. Наслаждаясь, мы замедляем время. Я полностью согласна. На самом деле, я уже давно с этим сталкиваюсь, и вот давно хочу найти ответы на эти вопросы в 8.24 в нашей жизни. Потому что есть такое, что иногда время просто летит, мы не замечаем его. Но бывает оно, ну не то чтобы тянется. Нет, я не скажу, что оно тянется. Оно именно, знаете, идет вот так, как надо. Просто спокойно. И ты ощущаешь каждую минуту, каждую секунду. И с удовольствием. Так, давайте поставлю опять сюда. Камеру пока. В общем, вы видели, 8.24. Вообще, я вчера легла в час ночи, а сегодня проснулась в 6 утра. И расскажу вам по-быстрому. Видите, я уже полностью собрана. Куда я в воскресенье собираюсь, если у меня выходной день, я не работаю. Я вся в предвкушении сегодняшнего дня. Я буду снимать влог. Я очень хочу, чтобы вы обмете со мной посмотрело как можно больше людей, потому что мне кажется, это очень интересная тема. Начну с того, что вчера вечером, чем я занималась, почему я легла в час ночи. Я вчера решила пересмотреть все свои планы на 2023 год. Точнее, как пересмотреть. Они у меня уже давным-давно составлены. То есть я знаю основные мои цели, там три я выделила, самые важные, да, три сферы жизни, в которых я хочу развиваться и в которых хочу направить всю свою энергию в этом году. Вот я чувствую, что вот именно этим, чтобы, знаете, не распыляться на все, вот спокойно идти своим путем. И они у меня были записаны, но вчера я села, думаю, вот они просто записаны, а я хочу их как-то вот расписать. То есть цель, например, потом как к ней можно прийти, то есть что мне надо делать, какие действия, потом одним словом, что мне даст эта цель. Если есть какие-то картинки по тем действиям в интернете, вот сделайте вот вокруг картинки, чтобы мне было визуально понятно. То есть такая, знаете, вроде как карта желания, но конкретно по целям, то есть такая реальная, да. И сейчас вот у кого айфоны появилось новое приложение Free Form называется. Вот где тут оно у меня, вот так он в значок выглядит, насколько вам тут заметно, вот. И я как раз изучала это приложение и сделала вот такой большой калаш. Не покажу, но вы все увидите в процессе влогов, если целый год будете смотреть. В общем, сделала такой калаш из своих целей. И делала я его до часа ночи. Правда, только сегодня я узнала, что оказывается, этой ночью было сильнейшее новолуние, плюс этой ночью китайский Новый год. И именно в эту ночь все люди, которые вот очень хорошо разбираются в лунном календаре, во всех этих техниках, да, загадывания желаний, именно в эту ночь они составляют свою карту желаний на год вперед. То есть я об этом даже не задумывалась. Я про это даже, ну, не то чтобы я не знала, я сегодня об этом вспомнила, значит, знала, но вчера эти мысли ко мне не приходили, когда я это делала. Мне просто захотелось, я просто, знаете, вот как в творческий процесс влилась, и мне так было интересно. Кстати, для тех, кто пропустил, ну, кого я заинтересовала, всю эту неделю можно еще это делать, и будут максимально сильные энергии, там, и лунные, и новогодние, да, с точки зрения луны, поэтому на исполнение ваших целей и желаний. И вот видите, смотрите, я же не просто, у меня есть отдельно список 100 желаний, а это конкретно 3 самые важные цели, и шаги, как к ним идти, и картинки, которые эти шаги показывают, и итог, чему я в итоге приду, точка B. Занимайтесь, делайте. Это даже если вы в это не верите, все равно это развивает ваш мозг, вашу фантазию, и вы сами заметите, во-первых, как вам будет интересно, а во-вторых, вы начнете чувствовать, как будто вы уже это все делаете, как будто вы уже пришли в эту точку B. А наши чувства, они ускоряют процесс вот этот нейронный, да, в нашу мозгу, и, соответственно, сами события начнут приходить в вашу жизнь, вот именно для того, чтобы вы шли своим путем. В общем, много всего рассказала. Почему? Потому что сегодня я еду к Ирине, помните, астролог Ира приходила, мне браслетик подарила. Так вот, Ира решила начать делать в Минске, оффлайн-встречи, астрозавтраки. И сегодня будет первая такая встреча, то есть у нее дебют, я обязательно должна поехать, чтобы, во-первых, ее поддержать, а во-вторых, мне самой очень интересно, потому что, чем мне нравится Ира? Я вам уже говорила, многие относятся к астрологии как к гаданию, и мне даже был вопрос, Оля, ты верующая? Ты веришь? Как ты можешь обращаться к астрологам? Это же грех. Смотрите, если вы на том уровне мышления, когда астрология для вас равно гадание, что ли там какой-то гороскоп, и вы поверили, и вы ждете чего-то, тогда это с точки зрения веры грех. Ну, потому что не надо гадать, не надо узнавать, что вас ждет в будущее. Вы и так все это знаете. Поверьте, вы все знаете, у вас все уже давным-давно там заложено. Вот, поэтому и интуиция у нас появляется, она нас и ведет по тому пути, которому надо. Но, когда вы используете астрологию исключительно как инструмент дополнительный для корректировки ваших целей, для постановки ваших целей, да, для сохранения ваших жизненных сил и энергии, то есть, как я, я, цели у меня написаны, я чувствую, что я буду по ним идти. А с точки зрения моей натальной карты Ира сегодня расскажет по натальной карте, что у меня на этот год, то есть, в каком секторе будет максимальное, например, влияние планет, что это значит. Это значит, у нас есть 12 секторов, каждый отвечает за какое-то действие у нас, да, за какую-то область жизни. И когда какие-то планеты максимально влияют на один из всех секторов, дом это называется, значит, там будет много энергии, много сил, много внимания, много событий. И когда вы уже знаете, например, у вас в секторе, допустим, дома, значит, вы просто понимаете, что именно на этот год максимум энергии вам будет приходить для занятий дома. И вы будете получать это в удовольствие, вы будете наполняться, вы займетесь, возможно, ремонтом, кто-то может купит дом, да, кто планировал, или еще что-то будет происходить. То есть, у кого-то, вот, например, в прошлом году у меня был акцент на обучении, в принципе, так и получилось. Я весь год обучалась, я получала это в удовольствие, и меня это, знаете, я не выгорала от этого. Потому что, если вы максимально начинаете какую-то тему продвигать, но там вообще планеты никак не действуют, вы будете это делать, вы будете, но вам каждый раз будет ощущение, что у вас палки в колеса, что вы прям вот вымотаны, что вам тяжело, понимаете? Но когда вы знаете приблизительно сферы, вы можете скорректировать свои цели, и действительно быть в гармонии с собой, чувствовать себя счастливо, чувствовать себя отдохнувшим, даже работая, например. Поэтому астрологию надо тоже уметь правильно использовать. В общем, наговорила сразу много, чтобы вы вообще понимали, что это такое, как я в первую очередь отношусь, не навязываю, рассказываю свое мнение. И сегодня я еду. Так что у меня 8 утра, я сейчас уже буду выезжать, потому что завтрак у нас в 10, но я еще хочу заехать в магазин, но я же не могу к Ирре поехать без букетика. Так что заеду в магазин, возьму букетик и потом поеду. Поеду в кафе, ресторан, ну там как? Ресторан, наверное, где мы будем встречаться. У нас будет 10 человек и Ира. Кто из Минска? Я предлагаю посмотреть этот блог до конца, потому что я думаю, что смогу заинтересовать вас тоже на такие астровстречи, астрозавтраки. И, возможно, в следующий раз мы с вами вместе будем вот так вот утром встречаться и обсуждать какие-то наши темы. Все, я подъехала к магазину. У меня где-то свободных есть еще минут 20. Ну, если бы здесь была Мариночка, я бы с ней побыла. Но мы же с 10. А мне надо... А сейчас 9. Вот где-то в 9.20 я отсюда поеду, чтобы вовремя подъехать в 10 кафе. Иду сейчас открою. Тогда Мариночка вчера уже сделала букет, так что я сразу заберу, посмотрю, что там и как, подожду минут 10 и поеду. Все, пойдемте. захожу в магазин, и первое, о чем я подумала, что у меня так пусто. И тут дошло. Я, кстати, Марине я не говорила, она мои мысли прочитала. Я уже хотела убрать весь новогодний декор. В общем, Марина его уже весь убрала. Ну, декор, плюс то, что у нас вот на продажу были, да, новогодние всякие вещи. И поэтому мне показалось пусто. Вот здесь композиции новогодние стояли, там тоже какая-то... А, здесь сухоцвет стоял. Вот, смотрите, Марина нашла клеточку, искусственные вот эти розочки. А, молодец какая! И у нас там полочка, ну, чтобы полностью не было видно, что мы там храним, потому что там такое, знаете, печатика, своя лента, вот это вот все. В общем, Марина, смотрите, как для меня, для меня, мне мою Францию, мой Париж, мою башенку, мою просто подружку, которая, когда я была во Франции, везде, везде меня звала. Просто это у нас не какая-то нереальная связь. В общем, Марина мне повесила. Видите, протираю ножки. Уже достала букет, но сейчас положила тряпочку, чтобы хорошенечко ножки протереть, чтобы они впитали, тряпка впитала воду, чтобы не капала. Сейчас покажу вам букетик. В общем, Марина не только прочитала мои мысли на тему того, что пора уже убрать новогодний декор, новогодние, ну, сувениры, которые, новогодний товар, да? Марина, похоже, полностью, либо я как-то телепатически ей передала свои мысли, потому что у меня были мысли, помимо этого, что давно мы не занимались такой хорошей генеральной уборкой, потому что много каких-то вещей у нас было здесь, которые вот лежат, но при этом мы ими вообще не пользуемся, их явно все надо перебрать, половину повыкидывать, то есть сделать максимально свободный, чистый такой вот магазин. И знаете что? Марина вчера это сделала. А вчера это и надо было делать перед новолунием, очистить все пространство для того, чтобы максимально к нам шла хорошая, позитивная, добрая энергетика, целый день говорила, целый год. Вот и Марина, видите как? Пукетик. Пукетик для Ирины с дебютом вот в ее начинаниях, с дебютом в начинаниях, как-то я сказала, масло масляное, да? В общем, чтобы ее поздравить, что она наконец-то таки пошла на этот шаг, потому что она думала, она там представляла, как это будет. Ну знаете, думать мы можем с вами месяц, два, три, год, десять лет, и в итоге ничего не сделать. Самое главное это не только загадать, не только подумать, не только перевести это в цель, но и начать действовать. И я очень рада, что она это сделала. Я знаю, что ей страшно, я уверена, она сегодня не спала всю ночь, ее, наверное, подколачивала, потому что это нормально, наш мозг всегда сопротивляется всему новому, но это не значит, что это нам не во благо. Все новое нам всегда в пользу, и это уже доказано наукой, потому что именно в этот момент наш мозг начинает активно работать, создавать вот эти новые связи, новые нейроны, а также дополнительно мы получаем гормон радости, да, в этот момент представляете, как это интересно. Так что хотите радоваться, изучайте что-то новое, и смотрите на что-то новое, пробуйте что-то новое, ходите в новые места, встречайтесь с новыми людьми. Букетик. Я Марине вчера продиктовала, я хочу видеть там цветы, ну и вот Марина сделала красоту весеннюю. Здесь у меня тюльпаны, нарцисс, эльстромерия, ханелациум, эвкалипт. В общем, вот такой вот микс, все размиксовано, нежная упаковочка, мне очень нравится, так что сколько у меня еще есть времени? Еще пять минут, и я могу ехать. Надо будет карту взять, потому что я приблизительно знаю, где это место, на этом ни разу не была, там, чтобы не пропустить поворот, надо, чтобы говорящая женщина мне помогла. Так, Сия приехала, но мы все тут собираемся перед дверью в это, смотрите, какая красота, какая лепнина в это кафе. Впервые буду в этом заведении, всегда мечтала сюда попасть, так что Ира еще и мою мечту исполнила. Собираемся мы перед дверью, потому что оказалось, что они только ровно в 10 открываются, а у нас назначен как раз завтрак в 10. На удивление нас не пускают, честно говоря, я немножечко удивлена, могли бы пустить хотя бы организаторов, но у них все строго по графику. Ну, окей, в любом случае, через 5 минут мы попадем. У нас уже начинается приготовка, мы сейчас доказываем, кто что будет кушать, я беру себе яичник, томаты и колбаски. Ну, потому что, вы же знаете, я всегда без мяса не могу. В общем, вот девочки уже собираются, мы заказываем, нам дали блокнотики, а Ирина, я вижу, уже с компьютером, уже подготовлена. Они кажутся, привет! Так, мне выдали конвертик, но открыть его можно только в самом-самом конце. Так что, ладно. Конечно, мне тяжело обычно выдержать, но я буду стараться. Но, наверное, его надо спрятать. Что вы получите? Вы узнаете свои задачи жизни, мы с вами будем строить цели, диагностику ваших сфер жизни. Вы, значит, на основании моих рассказов и разночного материала уже будете формировать свои цели основные. И в конце вы уже свои цели свериться с тем, что у вас есть в компетах, потому что там тоже часть прогностики. Какую-то часть прогностики я вам даю сразу, а вторая часть у вас здесь стоит. Либо нужно в каких-то моментах приложить усилия, но ты как бы осознаешь, что это твоя сильная сторона. Ты с этим родилась, ты это знаешь, и ты это умеешь. Мне любопытно, чтобы вы их прочитали и сверили их со своими поставленными целями и планами. Насколько вы себя чувствуете, насколько вы в контакте с собой, такая некая диагностика и понимание вообще себя и своих целей. Так, ну что, мои дорогие, ой, надо отъехать чуть-чуть, подождите. У меня сейчас будет немножко шумно, потому что я прогреваю машину, и пока прогреваю, решила вот со свежими эмоциями вам все рассказать. Я под впечатлением, как всегда, после общения с Ирой, у меня по-другому не бывает, потому что одно дело, когда тебе просто говорят, что ты и так знаешь, да, другое дело, когда тебе говорят то, что ты знаешь, что ты чувствуешь, но в чем, по каким-то причинам сам себе боишься признаться, либо вот думаешь, нет, показалось. Цели я себе поставила, поэтому мне сегодня было чуть проще, когда уже девочки прописывали, у меня уже вот точно по той схеме, что дала Ира, у меня все было прописано. И в принципе она начала с колеса баланса, со сфер жизни, которые мы оценивали, да, и там, где у нас провал, именно эти цели мы прописывали на этот год, чтобы все-таки колесо баланса было колесом, да, а не звездочкой. Хотя, конечно, звездой быть очень классно, но при этом также и травмоопасно, да, представьте, если бы у нас на машинах были колеса в виде звездочек, как бы нас шатало бы из стороны в сторону, но желательно, чтобы вот наша жизнь все-таки была вот с нормальными колесами и ровненько ехала по своему пути. Вот астрология, она в этом тоже помогает. У меня сошлось все мои сферы с основными моими, скажем так, задачами по жизни, в принципе, то, что я и планировала, то, что меня наиболее всего волновало, то есть я понимала, что да, значит, все нормально, я на правильном пути, но один момент, это вот уже в конвертике, когда Ира дала конверт, уже конкретно с вашей личной целью, согласно, я понимаю, скорее всего, солярного прогноза, я не знаю, как она смотрела, но суть в том, что в конвертике была важная цель на этот год и шаги, что надо делать для того, чтобы вот максимально все остальные сферы тоже заработали, зажглись энергией. И вот здесь меня поджидал шок. Шок, как всегда, потому что это была та сфера и те шаги, которые я в этот год специально решила проигнорировать. Вот просто, просто эту сферу я максимально старалась раскачать предыдущие там 2-3 года, да, и поняла, что ну окей, как есть, так есть, как бы не добилась особого успеха, ну и подумала, может быть мне это и не надо, мне и так, в принципе, хорошо живется, я чувствую себя счастливой. И в этом году, когда я составляла цель, я сначала подумала написать вот определенную сферу своей жизни, которая у меня в провале, но потом так задумалась и поняла, что, наверное, не буду писать, есть более важные для меня сейчас актуальные вещи. И прописала исключительно важные, актуальные. И в общем, в этом конвертике была именно та сфера с теми шагами, от которых я решила отказаться на 23-й год. Оказывается, нет, Олечка, нет, Олечка, продолжай работать в этом направлении, в общем. Да, я не говорю вам конкретно, не потому, что я вам там не доверяю или боюсь, что вот я вам сейчас все расскажу и ничего не сбудется. Я к этому не отношусь, так? Я считаю, что все у нас в голове. Я просто не хочу вам сейчас рассказывать свои цели. Знаете почему? Чтобы вам было интересно меня смотреть. Потому что, так или иначе, это моя жизнь, влоги, это моя жизнь, и все, что будет происходить в моей жизни, вы увидите в моих влогах. Вот. Поэтому, в конце года, как вариант, я могу вам уже по итогу показать, какие цели я ставила, по видео понятно, что я делала, и опять же, по видео будет понятно, как я пришла, не пришла, если не пришла, то почему, тоже мы это с вами можем проанализировать. Сделаем тогда вот такое видео в конце. В общем, к чему я? Я очень довольна этой встречей. Абсолютно она такая была логичная, правильная, грамотная, как я люблю говорить, материальная, то есть, когда с точки зрения нашего мира это все, без всяких вот этих вот волшебных гаданий, которые я не принимаю, без каких-то прогнозов, что вот только так будет и никак иначе. Нет, это тоже не мой формат. Я считаю, что всегда есть огромное количество разных вариантов, и только ты имеешь право выбирать эти варианты, и, соответственно, от этого идет твой путь. Либо, как я уже сказала, звездочкой, да, и поехали. Либо ровненькие колеса, и мы хорошо и ровно едем, и нам комфортно, и мы себя хорошо чувствуем. На Ирину я пока ссылочку могу оставить исключительно в Инстаграм, потому что она там. Я знаю, что она работает в России, я точно знаю, потому что она сама из России, вот, она просто сейчас живет здесь, и она часто ездит к себе там домой, как я понимаю, к родственникам, поэтому 100%, если вас заинтересовало, например, какие-то ее консультации, то все-таки попробуйте подключить VPN, подписаться и написать, возможно, она вам даст еще варианты связи с ней. Что касается минских девочек, и не только минских, у нас на встрече была девочка со Слуцкой, в том, что было бы желание, да, было бы желание, если оно у вас есть, Ирина планирует практиковать такие воскресные завтраки, наверное, каждое воскресенье, ну, или как будет получаться, так что подписывайтесь на нее, следите за ее анонсами, я действительно рекомендую, рекомендую, потому что, ну, вот сегодня у нас было 10 человек, и я видела по глазам девчонкам, кто-то более эмоционально, кто-то менее, кто-то сразу стал вообще говорить, а, как это, как это круто, да, сколько всего, кто-то так, видно, оценил, все понравилось, но без особых там вот этих всплесков эмоций, это все мы люди разные, вы сами понимаете, но то, что все остались под впечатлением и при этом таком приятном, это было заметно, я рекомендую, ну, и в том числе, не забывайте, я очень хочу сделать интервью с Ирой, как она вообще пришла в астрологию, что такое астрология с точки зрения, вот, как раз-таки веры, кому можно обращаться к астрологу, а кому ни в коем случае пока еще нельзя, у кого еще мышление не позволяет брать консультации, такое тоже может быть, это очень важно, вы должны быть готовы к консультации, потому что надо грамотно принимать информацию, и вообще, в каких сферах и как она может помочь, и помогает ли она, и в том числе, один из моих любимых вопросов, которые я сама в свое время раньше задавала, сейчас я сама уже знаю на него ответ, почему у астрологов прогнозы не сбываются, все, мои дорогие, если у вас еще есть какие-то вопросы конкретно к Ирине, не к астрологу, оставляйте в комментариях под этим видео, потому что я сейчас как раз формирую блок вопросов, которые хочу задать ей на интервью, все, мои дорогие, я поехала, наверное, на работу, все, я уже здесь в магазине, и Марина сейчас на себе будет испытывать все мои эмоции, бушующие, во мне страсти, потому что мне хочется с ней поделиться, что я говорю, бред какой-то, убираем, ощущение свободы, что несет меня Марин, заметила, вообще, так, я сейчас выпью чай, чуть-чуть выдохну, чуть-чуть вот из меня весь вот этот поток, который есть, я сейчас его перекину на Марину, чуть-чуть ей дам энергии, вот, для того, чтобы поделиться, и мне станет чуть легче, потому что я не могу держать в себе, не могу молчать, сейчас я все расскажу, ну, в принципе, я вам уже в машине все рассказала, ну, Марине сейчас по второму кругу, поэтому вам это можно уже не слышать. У меня там цветы, у меня там весна, у меня там райские сады, в общем, все прекрасно, да, а на улице опять снег пошел, ну, такой мелкий, противный, такой песочек, знаешь, вот, когда снег, как песочек, я люблю, когда снег, как першки, как будто бы ангелы над нами летают, перья сбрасывают, а когда вот такой, как песочек, ну, как-то странно, ощущение, не очень, все, мои дорогие, давайте, все, пора учить знать, да, так говорят, в общем, Мариночка с Мариной посидела, все ей рассказала, она тоже под впечатлением, как мне показалось, или от меня, или от того, что я ей рассказала, а сейчас уже пора дальше ехать домой, отдыхать, наконец-то таки, посплю, а то у меня выходной, а я даже выходной день просыпаюсь, так и пойду, а то тут все растаяло, и там видно, чем собачки занимались, вот, 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 выходной день, и вчера он у меня тоже был, я в 6 утра вставала, потому что Дима попросил с ним поехать сопровождающим лицом, он хотел коррекцию зрения сделать себе, ему назначили, но в итоге провели только первую часть диагностики, увидели, что есть какое-то воспаление, прописали капельки, и сказали, неделю лечиться, потом приехать, но вот, правда, потом я уже вряд ли буду его сопровождающим лицом, потому что я буду работать, в тот день, когда ему назначили, ну и, да, поэтому я очень рано вчера просыпалась, давайте поставлю камеру, ой, машина такая же, зряху тут, так, а ну да, вы сами знаете, и сегодня я вот, точнее, вчера до часу ночи рисовала себе эту схему с целями, а в 6 утра опять встала, так что надо уже отдохнуть, завтра у меня рабочий день, опять в 6 просыпаться, Яну в школу везти, ну и на работу, все, поехали. В общем, мы приехали домой, и я села сторисов скидывать, ну сразу, пока думаю, у меня под впечатлением, надо все помонтировать, скинуть и рассказать. Яночка пошла сразу спать, потому что она гуляла, днем с подружкой, и как раз, когда я ехала домой, забрала ее, и, в общем, она уже спала, потом я к ней рядышком, легла, под бочок, и мы, булочка, я спрятала вот сюда, там, где масло, она стоит, пандора, потому что пандора, на нее, тоже, свой глаз положила, и, и в общем, и все, и вот мы, уже темно, начало седьмого, мы только встали, сейчас вы увидите Олю Жваву, которую вы никогда раньше не видели, в общем, я встала, такая какая-то голодная, ну, потому что я-то завтракала только, и все, у меня тут гречка с мясом, и мне так лень, ее греть, что я буду прямо из кастрюли, я сейчас гречку с мясом, а у меня есть вкусная булка, а янка будет есть булку, мне кажется, что иногда, это очень вкусно, пусть и очень некрасиво, ну, так как есть, наслаждаемся моментом, и да, я ем кастрюли, не потому что у меня нет чистой посуды, она есть, у меня чистой, только помыть надо, а ты, что кекс кричишь, еще и кекс хочет, кушать, ну, есть вроде, надо пойти, посмотрите мне так лень, так, все-таки я себя заставила встать, и начать мыть посуду, знаете, самое главное, вот в таких делах, это просто встать, и начать делать, вот первая минута, еще вроде тебе лениво, а потом, как-то и пошло дело, в общем, давайте начну с самого главного, почему я мою посуду руками, у меня же есть посудомойка, дело в том, что я купила себе, вот такие немецкие капсулы, вот, можете запомнить их, сделать себе фотографию, для чего, правильно, никогда их не покупайте, меня сразу привлекла цена, 20 рублей белорусских, аж за 70 штук, плюс немецкое, все по-немецки, думаю, о, повезло, какие классные таблетки купила, вот они вот такие, и первый раз помыла, посуда вся грязная, вообще, с белым налетом, ужаснейшая, думаю, не, может показалось, может как-то плохо, я загрузила, еще раз 5 загрузила, ну, чтобы точно убедиться, что это таблетки, а не я, что-то не так делают, и когда я уже под конец запустила практически пустую посудомойку, там буквально положила одну кастрюлю, один стакан, одну чашку и одну тарелку, даже с учетом этого, у меня все было в белом налете, а у меня такой бзик на чистой посуде, вам не передать. По поводу этих капсул, это доказательство того, что я обычно всем говорю, и в принципе, для меня тоже доказательство, видите, я вам сразу сказала, привлекла цена, на самом деле, кто меня смотрит давно, те знают, у меня есть правило, я лучше заплачу дороже, но я получу качество, то есть я получу то, что хочу, в данном случае, я повелась на цену, и ничему удивительному, эта цена, можно сразу в мусорку, и я сейчас еще переплачу больше, потому что из-за того, что у меня бзик на очень чистой посуде, мне надо, чтобы стаканчики все блестели, чтобы вот прям скрипело все, чтобы ничего не разводика, ничего не было, и это у меня, кстати, наверное, мне кажется, с тех пор, как я поработала барменом, да, кто не знает, новый факт из жизни Оли Жвавы, из ее биографии, когда я еще училась в институте, я окончила курсы бармена, получила даже разряд, там, квалификацию, и пошла работать в ночной ресторан, там, у нас такой крутой был, итальянский, воли амата, барменом, но, скажу честно, убегала я оттуда так же быстро, как и пришла, потому что, когда я кунулась вот во всю эту атмосферу, в эту работу, единственное, чего я кайфовала, это вот стоять и натирать салфеточками стаканы, ну, потому что, конечно же, коктейли практически никто там не заказывал, все заказывали что-нибудь покрепче, и потом начиналась вообще жесть, а для меня, как для молоденькой девушки, еще с неокрепшей психикой, это было очень-очень странно и неприятно, вот, но это такая, вот такой вот факт из моей биографии, с тех пор я барменом не работала, но умею миксовать коктейли, работать шейкером, и даже меня учили подбрасывать бутылочки, фристайл это называется, но я сейчас не рискну это повторить, хотя тогда могла это делать, вот, и теперь мы вернемся к теме, почему я переплачу, ну, все правильно, потому что, вот, у меня немного здесь было, на самом деле, посуды, но я ее мыла, я думаю, больше часа, и, наверное, пол бутылки средства я испросходовала, потому что я все мою очень-очень долго, поэтому в моем случае, посудомойка, это не только посудничество, мои лени и нежелание мыть посуду, хотя я нормально отношусь к мытью посуду, то есть меня даже немножко, вот, как сейчас и расслабило это, все, сколько, естественно, экономия, хотя я больше скажу, что даже люди, которые быстро моют посуду, они тоже очень сильно экономят на воде, когда, и на вот этих всех средствах, когда покупают себе посудомойки, мои дорогие, я сейчас хочу сесть немножечко поработать над своим курсом, по крайней мере, часик точно поработаю, и, поэтому решила уже заканчивать видео, потому что потом, наверное, будет поздно, я просто пойду умоюсь, и буду ложиться спать, так что, буду рада вашим комментариям, буду рада вашим вопросам, кстати, помимо Иры, астролога, вот, что я сказала, что я планирую интервью с ней, я сегодня еще на одно договорилась, интервью с девушкой, которая стилист, и я думаю, что это как бы только начало, потому что у меня в планах вот так вот брать реализованных людей, ну, нашего возраста, да, и рассказывать их истории, я думаю, для многих это будет и познавательно, и интересно, и увлекательно, и а также это будет хорошим примером двигаться к своим мечтам, потому что я вот сейчас окружаю себя людьми, которые действительно поставили себе, ну, сначала у них была мечта, потом они поставили себе цель, они пришли, и сегодня они уже добились результатов, и наслаждаются своей жизнью, и своим предназначением, если можно так громко сказать, да, ну, да, наверное, потому что если вы ходите на работу и получаете только удовольствие от этого, значит, это то, что вам необходимо. Все, мои дорогие, я вас очень люблю, с вами была Оля, до новых встреч, буду очень благодарна, если поставить лайк, ну, и еще раз, комментарии, все, пока-пока-пока.